Приветствую вас! Сразу хотел бы извиниться за то, что в процессе моей записи, в процессе моего ответа могут быть шумы, у меня идёт ремонт, ну не у меня, а вот наверху, так же, идёт ремонт, и поэтому могут быть звуки, типа дрели или стука молотка. Поэтому простите меня, пожалуйста, надеюсь, что вам это не помешает услышать мой ответ. Значит, вашу проблему я бы условно разделил на две части составные. Первая часть – это, собственно, идущая по тексту, где вы описываете то, что у вас не складывались отношения с мужчинами по разным причинам. Но в основном, значит, меня заведомо тянуло тем, кто мне не подходил. И вторая часть, она будет посвящена именно вот тому, что вы говорите о своих настоящих отношениях, которые в последнее время тоже стали сдавать. Ну, то есть, внимание мужчины к вам, оно изменилось. Понятно, что эти две части неразрывно связаны друг с другом. Но мне бы хотелось как-то вот немного структурировать информацию, структурировать ответ, чтобы вы лучше понимали генетичь твоей проблемы. И с другой стороны, может быть, прояснили некоторые нюансы, о которых вы не сказали, не написали. Ну, то есть, я понимаю, что в тексте, возможно, сложно написать все, что нужно написать. Понимаете, вот, как вы говорите, что проблема того, что у вас не складывались отношения с мужчинами, заключается в том, что вот вы пишете, я не уверен в себе, не уверенность в себе, которая, в свою очередь, тоже имеет определенные причины. Ну, вот, интересно, вы сказали, что у вас есть не уверенность в себе, которая имеет определенные причины. Что с этими причинами делать? Делаете ли вы что-то с ними? Ну, например, подрабатываете вы их, эти причины, не уверенности в себе, в личной беседе, в приватной беседе с психологом? Ходите ли вы на психотерапию, психологические консультации или нет? Не очень понятно. Но только причины есть, в любом случае, осложняют вашу жизнь. То есть, эти причины, их нужно выяснять, их нужно пронабатывать, какие-то устранять, какие-то, наоборот, принимать в себе как неотъемлемую часть. И вообще, если говорить о неуверенности в себе, то это, в первую очередь, не принятие себя. То есть, вы, вот я сейчас не буду вдаваться в подробности, но вы не принимаете себя такой, какая вы есть. То есть, у вас получается комплекс. То есть, вы считаете, что вы хуже, хуже, чем другие девушки, там, женщины, люди и так далее. И вот то, что вы себя не принимаете, связано, с одной стороны, с отношением к вам общества, с другой стороны, с отношением к родителям и родителей к вам. Потому что, подобное неприятие себя, оно вряд ли началось у вас неверно. Оно началось у вас, скорее всего, с детства, с подросткового возраста. И то, что вам, родители, не научились, что вы такая, какая вы есть, и вы прекрасны. И себя нужно любить за то, что вы такая есть. Это вот определенные проблемы в детско-родительских отношениях. Неуверенность в себе – это определенные комплексы. То есть, вот, человек комплексует по поводу каких-то качеств в себе, и, соответственно, из-за этого испытывает дискомфорт. Комплексы – это всегда неверные, ложные понятия относительно каких-то событий, связанных с вашими чертами, в которых вы в себе не уверены. Комплексы – это всегда невыраженные переживания относительно первичного проявления негативных сторон ваших черт, в которых вы в себе не уверены. И, соответственно, и ложные понятия, и невыраженные переживания. Важно прорабатывать в личной психотерапии, в личном психологическом консультировании. Пока, чтобы вы стали более уверены в себе, чтобы вы хотя бы понимали, так сказать, четко свою картину черт, Я предлагаю вам на ледочке бумаги написать с одной стороны, со стороны руки, которой вы владеете лучше, написать свои положительные черты, со стороны другой написать отрицательные черты. Скорее всего, отрицательные черты у вас будет гораздо больше, чем положительные. И их отрицательные черты нужно будет разбить на две части. Первая часть будет посвящена чертам, которые негативны всегда и везде. Вторая часть будет посвящена тем чертам, которые негативны только в определенных ситуациях. Соответственно, те черты, которые негативны всегда и везде, их нужно понять, что вы, скорее всего, полностью устранить и подавить их не сможете. Потому что это невозможно. Нужно смотреть правде в глаза. Но вы можете их купировать. То есть, поставить себе задачи по реальному снижению негативного влияния этих самых черт. То есть, эти черты нужно выписать, их нужно анализировать, понимаете? Нужно смотреть, какие черты являются ярко выражены негативными, какие являются ситуативными и так далее. Так вот, те черты, которые являются всегда негативными, они подлежат купированию. Если так вдруг произойдет, что купировать их вы не сможете, ну, у вас не получается у вас, то в таком случае нужно вам будет их принять себе. Такова ваша индивидуальность и уникальность. Дело заключается еще и в том, что ни один человек не обходится без подобных негативных черт. И имея негативные черты, человек и является человеком. Это является частью человеческой природы. Поэтому, отрицая какие-то черты в себе, вы отрицаете свою человеческую природу, свою индивидуальную природу. Но на первый план выставляете какие-то нормы, нормативы общества, требования общества, которые оно предъявляет человеку, исходя из своих интересов, исходя из времени, социальной среды, культуры и так далее. То есть все это, опять же, приходящее, все это, опять же, ни в коем случае не истинно в последней инстанции. И вот когда вы поймете, что равняться на кого-то и на какую-то группу не стоит, потому что так же, как у человека, у группы есть те же черты, то есть интересы, есть развитие, есть окончание существования и так далее. Вы поймете, что группа предъявляет какие-то требования человеку только потому, что это находится в ее интересах. И все. И только на определенном отрезке пути своей жизни группы. И все. И что вы поймете, что наличие у себя определенных качеств отрицательных зависит исключительно от того, как на это отреагирована группа общества. В этом контексте рекомендую вам книгу «Я умею прыгать через лужи». Почитайте ее, она вам покажет именно вот подобный аспект, связанный с неверностью в себе. Те качества, которые являются ситуативными, то есть которые в зависимости от ситуации могут быть хорошими, так и нет, следует воспринимать как свою индивидуальность. Это набор тех качеств, которые определяют вашу уникальность. И опять же, негативные проявления этих качеств. Вы можете купировать через постановку себе задач и выполнение этих задач. Но задачи нужно ставить себе такие, чтобы они были реально выполнены. Ну и опять же, нельзя не сказать про принятие себя. То есть качества нужно в себе принять. То есть нет таких качеств в человеке, которые нельзя принимать. Ну кроме разницы только тех, которые вредят другим людям. Теперь дальше. Про неуверенность в себе сказали. Значит, закручить эту тему мне бы хотелось бы тем, что, скорее всего, родители ваших отчасти способствовали тому, что вы стали о себе думать. Они способствовали тому, что вы себе что-то не принимали. Какие-то черты. Ну они это делали необязательно осознанно. Но тем не менее. И это опять же повод для того, чтобы проработать именно детско-родительские отношения. Теперь по поводу того, что вы тянулись к мужчинам, которые вам заведомо не подходили. С одной стороны, это такой степаж. То есть подходит мужчина, не подходит мужчина. Вы этого знать не можете изначально. Потому что, если вам сказали, что мужчина не подходит, то это не более чем спериотип внешнего образа человека, вербального образа человека. В действительности ситуация может быть так, что вот кажется, что тот человек не подходит. Ну, кажется. Начинаешь с ним общаться и выясняется, что он, в общем-то, подходит. То есть, вот все-таки он не такой плохой, как сказал. Такое бывает, редко, но бывает. И вам подобные моменты нужно стараться понимать, что типаж очень сильно ограничивает круг мужчин, ну и вообще круг людей. групп взаимодействия, с которыми вы могли бы вступить в отношениях. Поэтому то, что вы себе изначально ставите установку сразу, что человек вам не подходит, ну, по каким-то, там, параметрам, это не есть хорошо. И вам это, к сожалению, вредит. Я не исключаю этого факта, что вы, может быть, вот, первоначально совершив ошибку, то есть, первоначально обжегшись, вот, именно в таких отношениях. Далее, просто-напросто боялись того, что у вас не получится построить отношения и специально тянулись к таким мужчинам, которые, как вы считали, вам не подходят. Для того, чтобы в случае разрыва отношений, вам было чем оправдать то, что у вас ничего не вышло. То есть, вы, получается, боялись того, что у вас не получится выстроить отношения. Возможно, вы не хотели отношений, потому что для вас это больно, это тяжело, это мучительно в некоторых случаях. И именно по этой причине вы выбирали таких мужчин, чтобы точно знать, что вот если с ним ничего не получится, с этим мужчиной, то вы, по крайней мере, не особо виноваты, не особо, ну, несете за это ответственность. Вот. Что же касается того, что вы, как вы выразились, долго едете на дохлой лошади и бросаете только тогда, когда понимаете, что смысла дальше нет, то здесь, на мой взгляд, ситуация заключается в следующем. У вас есть потребности. И эти потребности вы стараетесь человек, мужчин, реализовать. Именно поэтому вы за них держитесь, за мужчин. Именно поэтому вы тянете до последнего с расставанием с мужчинами. И именно по этой причине у вас есть потребности. И именно по этой причине вы боитесь человека потерять. С одной стороны, вы понимаете, что если вы его потеряете, то потеряете средства для удовлетворения своей потребности, своих потребностей. То есть получается, что вы изначально в отношениях зависимый человек. И, соответственно, нужно определить ваши потребности и постараться удовлетворить их самостоятельно. Для начала определить потребности. А после этого определить позицию, в которой вы хотите находиться в отношениях. То есть, что это значит. Например, если мы говорим, что вы хотите быть, например, партнером в отношениях, равноправным партнером в отношениях. То речь идет, соответственно, о обеспечении данного положения. То есть, что нужно вам для того, чтобы быть партнером в отношениях. Если вы хотите быть лидером в отношениях. Соответственно, нужно понять, что вам нужно для того, чтобы быть лидером в отношениях. То есть какие вам для этого нужны средства, что вам для этого нужно сделать и можете ли вы это сделать? Вот подобные аспекты, подобные нюансы и нужно вам проработать, хотя бы с собой, наедине с собой. Далее. Вы говорите, что я боюсь с человеком потерять. Почему? Ну, давайте представим себе ситуацию, что ваш мужчина, он действительно вас стал меньше любить. Давайте представим себе ситуацию, что ваш мужчина, он действительно стал вас, ну, меньше-меньше испытывать в вашу симпатику. Это что, ваша проблема? Просто подумайте, это ваша проблема, но боитесь вы именно потому, что вы считаете, что это проблема в вас. То есть из-за вас такая ситуация происходит. То есть вы концентрируете свое внимание на себе. Вы не думаете при этом о человеке, о том, что у человека может просто-напросто пройти чувства, могут пройти чувства, может угаснуть страсть, может наступить кризис и так далее. Об этом вы не думаете. Адря. Ибо это очень важно. Что вы можете сделать со своей стороны? Вы не можете обеспечить себе, как и любые другие партнеры в отношениях, 100% уверенностью в том, что эти отношения будут у вас, например, на всю жизнь. Но вы можете сделать так, чтобы мужчина при взаимодействии с вами видел рядом с собой именно ту женщину, которая ему нужна. И вот вы, будучи той женщиной, которая ему нужна, для начала нужно понять, какая женщина ему нужна. Вот вы, будучи этой женщиной, и сможете дать ему все, что нужно. Все, что ему нужно, вы сможете дать, и этим вы делаете все, что от вас зависит, чтобы сохранить отношения. Если мужчина, несмотря на это, все равно вас, например, бросает, то это не ваша проблема. Это его проблема. Вам нужно вести себя максимально ориентированно на него, но при этом не нанося вред себе, и при этом не будучи зависимой от него в каких-либо потребностях. Потому что отношения здоровые, как вы сказали, это отношения, когда люди независимы друг от друга. У вас нездоровые отношения именно потому, что вы свои потребности реализуете через других. Не напрямую. Не для себя. Вы реализуете через другие свои потребности. Понимаете, единственная потребность, которую вы не можете реализовать наедине с собой, да, без участия человека, это секс. Но даже здесь можно найти выход, например, встречаться с мужчиной только для секса и, как бы, заранее это обговорить. Вы встречаетесь только для секса. Чтобы не нуждаться в этом в контексте своего партнера. И встречаясь с мужчиной для секса, вы, как бы, значит, общаетесь с другими мужчинами. И перестаете встречаться, например, с партнером для секса, когда у вас зарождаются отношения с партнером. Ну, чтобы не было измены, да, чтобы не было измены. Все остальные потребности, в принципе, вы можете удовлетворить самостоятельно. Это потребность в любви, в ласке, в заботе и так далее. А вам эта забота нужна. Потому что вы говорите, что мужчина заботит о своем здоровье, говорит ласковые слова и так далее. И вот в этом вы зависимый. Для вас это имеет большее значение, чем для равноправного партнера. И, из-за этого, стоит задать вам вопрос. Либо вы меняете свое поведение. То есть, условно говоря, либо вы становитесь ведомым и подчиняете человеку полностью. растворяетесь в нем. Но тогда вы рискуете его так же потерять. Потому что далеко не каждый мужчина примет женщину, которая в нем растворяется. Либо вы, значит, собственно говоря, работаете над собой, чтобы стать более независимым партнером. Ну и завершая, наверное, свой ответ, я бы хотел спросить у вас так. Вот вы говорите, что я боюсь потерять своего мужчину. Давайте подумаем. А что стоит за потерей? Ну вот, вы его теряете. Что дальше? Ведь вы не боитесь самой потери, вы боитесь последствий. Какие будут последствия? Так ли они страшны? Наступили ли они? То есть, произошло ли это? И что вы будете делать, если они наступят? Какова будет ваша динамика действий? Каково будет ваше поведение? Вот эти вот три ветви мышления. Три ветви размышлений. Первое. Случилось ли это еще? Чего я боюсь? Второе. Так ли страшно? То, чего я боюсь? То есть, так ли реально страшны для вас последствия? Не преувеличиваете ли вы их негативные эффекты? И что вы будете делать, если это произойдет? Если у вас готовый шаблон действий на этот случай? Подумайте. И страх уйдет. Потому что страх присутствует до сих пор, пока вы его не рационализируете. Рационализирование страха поможет вам его снизить. Рационализирование страха поможет вам его убрать. Но, давайте скажем с вами отдельно еще вот какую вещь. Предположим, что вы боитесь потерять своего мужчину и в какой-то момент сами проявляете к нему холодность. Ну, понятная, в общем-то, реакция. Ничего необычного в этом нет. В этой ситуации, в ситуации подобного рода, я рекомендую вам, каждый раз, когда вы испытываете страх, высказывать человеку позитивные эмоции. Улыбаться ему, говорить с ней на свет, признаваться в любви, там, что-то делать для него и так далее. Таким образом, вы будете приучивать себя сублимировать негативную энергию в позитивную. И тем самым снижать вероятность того, что вы расстанетесь. Я думаю, что на этом я завершу свой ответ. Основные моменты я вам сказал. Основные моменты я вам озвучил. Ну, пожалуй, теперь нужно с вами работать либо приватно, либо вы, как бы это сказать, самостоятельно проведете нас с собой работу и скорректируете свое поведение. Поведение тут уже на ваш выход, на ваше усмотрение, как бы, на ваше решение, я полагаю. То есть, вот, смотрите, как вам удобно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.